Так, ну что, друзья, всем привет, с вами Макс, вы находитесь на канале Keep Going И вот, наконец-то, пришел день, когда я буду называть все цифры, да, сколько у меня получилось заработать за эту неделю Какой получился гроз, сколько заработал я А также поговорим о том, сколько вообще можно зарабатывать, да, и о том, сколько зарабатывают, например, американские водители Сколько зарабатывают наши водители, потому что я был самый сильно в этом удивлен Разница очень большая, и я расскажу, почему есть эта разница, и почему американцы все-таки предпочитают работать так Поэтому, друзья, начинаем видео, всем приятного просмотра и погнали Я, кстати, сейчас на крыше комплекса, здесь есть небольшой бассейн Тут получается, у нас вообще 4 бассейна, это прям, я выхожу с дома, захожу в лифт, и два этажа вверх, и вот этот бассейн То есть это очень удобно, очень близко, и здесь никогда нет людей А вот, друзья, и даунтаун Лос-Анджелеса, вот он И вот этот фривай, блин Постоянно куча машин Это один минус, который днем и ночью эти машины Вон, кстати, кто-то на флэтбэде везет тоже за торгованный груз Все, теперь я постоянно замечаю траки, когда проезжают какие-то траки, всегда обращаю внимание До этого мне было всегда пофиг Сейчас я, блин, прям каждый трак замечаю на дороге Да, ну, в общем, так выглядит Лос-Анджелес Сейчас где-то здесь сяду и начну вам рассказывать, потому что рассказывать, в принципе, будет много Итак, друзья, начнем с того, сколько же у меня вообще получилось заработать за эту неделю Это была моя первая рабочая неделя, когда я работал сам, когда я отработал всю неделю И вот что же у меня из этого получилось, да Кстати, еще скажу то, что мне там многие писали о том, посмотри других блогеров, тракистов Они расскажут лучше, они все знают Посмотри, посмотри Я реально включал, смотрел, ну, блин, я в шоке Я не знаю почему, но как-то, может, эта информация уже старая Хотя одного блогера мне написали тоже посмотри Я посмотрел И он рассказывал про свои гроссы, сколько он заработал за весь прошлый год Получается, уже и за этот год И, в общем, у него в неделю получался лучший гросс 10 тысяч И я смотрел на это и думаю, боже, ну, чему он меня научит Чувак работает уже там больше года на траке У него до сих пор гросс 10 тысяч, ну, как-то я не знаю Но он ездит на драйвене То же самое мне писали, Макс, бросай флэтбед, еди на драйвен Вот вам драйвен, 10 тысяч гросс, я не знаю Ну, короче, все тут очень непонятно Потому что очень много нюансов Кто сколько проработал, на какую компанию Какие гроссы, какие там, блядь, цены за эти грузы Понимаете, все очень-очень там разностороннее Поэтому прийти к какому-то одному решению, что лучше, очень сложно Тут каждый сам для себя решает Но так как у меня опыта нет, я желаю Я считаю, что нужно попробовать как можно больше И тогда уже делать самому вывод, что мне лучше, да А не слушать там всякие эти мнения, экспертов, комментарии Которые ни разу не сели за рулем трака И начинают мне рассказывать, что мне делать В общем, потом посмотрел что-то раново Мне тоже писали, он там ляпнул, что типа Если цена груза, если за милю платит меньше 3,5 долларов То это на еб Я в одном видео сказал, что вот я получаю за этот груз Немножко больше доллара за милю И мне начали писать, что я типа, меня на еб будет Боже мой, я думаю, насколько же вы не очень понимаете Как это все работает, да Потому что он сказал 3,5 доллара это гроз Я сказал, что больше доллара это то, что я получаю Как водитель трака, да То есть, который просто наемный водитель Он получает либо центы за милю Либо проценты от груза, да Вот я получаю процент от гроза Я назвал сразу же уже свой чистый процент, да Который я получаю на руки И мне начали писать, что вот меня на еб будет Блин, думаю, ну ребят, вы же вообще не соображаете, что вы говорите Дальше вот этот же Таранов, когда он сказал 3,5 доллара Он не уточнил за какой груз, на каком трейлере То есть, ну вообще ничего, да Просто сказал 3,5 доллара и все К вам это пристало И вы теперь думаете, что вот это вот так оно есть Если он так говорит, то это так вот Это единственная правда Хотя есть трейлеры, на которых груз может быть дешевле Потому что он ездит на холодильнике То такой же груз на драйвене будет дешевле, да Потом такой же груз там на степдеке С каким-то паршалом будет намного дороже Поэтому, друзья, блин Тут тоже так это не работает И нет такого понятия, что вот если за 3,5 или ниже То это плохо или там еще что-то Тут надо понимать, откуда, куда везешь Какой груз, какие условия Насколько он дорогой, насколько сложный В общем, много нюансов, много факторов И чтобы полностью разобраться в стоимости груза Типа, это надо делать отдельное видео И я это сделаю Я приеду к своему диспетчеру Может быть через неделю или две Кроме, и мы с ним снимем видео Расскажем, сколько вообще могут стоить грузы На разные трейлеры Как вообще получается, откуда эта цена берется И вот расскажем, какие могут быть отличия На груза на одно и то же расстояние Но какие могут быть отличия в цене и почему Чтобы вы поняли, откуда берется эта цена И почему такая цена И почему иногда там даже цена за 3 доллара Это хорошо, а иногда И там за 5 это мало, например То есть все эти нюансы, их очень много Чтобы разобраться То есть не так все просто Как вот сказал, блин, Таранов 3,5 доллара и все Нет, все намного сложнее Поэтому вот такие дела с этим всем Чтобы вы понимали, что это не так все просто Дальше, да Сколько же у меня получилось за эту неделю Груз Вот опять же, да, груз Я говорю сейчас груз Груз, это кто-то не понимает Это на русском, я вот, кстати, не знал, как это слово переводится Я перевел И это слово переводится netto И вот я ни разу в жизни не использовал слово netto Я не говорил, вот мое netto столько-то То есть, грубо говоря, груз это грязные деньги Грязные деньги, которые до всех вычетов, да Но так как я просто наемный водитель То у меня вообще нет смысла в этом грозе Потому что нет смысла там говорить грязные деньги Потому что я в любом случае получаю только свои чистые Нет такого, что я плачу за все расходы какие-то, да И потом остается мой чистый доход Нет, просто я получаю свои деньги А уже компания сама платит за все расходы трака Там за бензин, за все прочее Поэтому я получаю 30% от гроза И в эту неделю у меня получился гроз Я вот посчитал, все свои грузы пересмотрел 13250 долларов, да И на самом деле мне казалось, что я там проехал Очень-очень много, не знаю, тысяч миль Мне казалось, что я прям там езжу без остановок Там такой водитель В итоге там что-то посчитали Там чуть больше 3000 миль получилось На самом деле это очень мало То есть там что-то 3200 или что-то такое То есть, блин, это мало Ребята, которые работают хотя бы по 700 миль проезжают Потому что вот у вас 11 часов езды 700 миль вы можете за это время проехать То это уже получается, ну там, ну больше трех с половиной Там 4000, да, где-то так неделю У меня же получилось 3200 И мне казалось, что я проехал очень много Но это, видите, первая неделя Я еще не понимаю эти все расстояния И пока, пока для меня это много В общем, такие дела Тринадцать тысяч двести пятьдесят Тридцать процентов от тринадцати тысяч двести пятьдесят Я, по-моему, уже считал Это, давайте еще раз гляну, чтобы вас не обманывать Это 3975 долларов То есть вот столько я заработал 3975 долларов Но, друзья, на самом деле Это не та сумма, которую я получу на руки Сейчас расскажу почему Потому что в компании есть Вот каждую неделю у меня вычитывают деньги За, там, какую-то страховку, я не помню И за еще обслуживание Типа поддержку моего трака и все прочее В общем, вычитывают, по-моему В общем, вычитывают у меня Девяносто два доллара в неделю То есть от этой суммы от него Девяносто два доллара И уже получается 3883 доллара Вот такая вот сумма И на самом деле, друзья, и это еще не все Потому что в каждой компании есть депозит Сейчас расскажу, зачем он нужен Для чего он, да, этот депозит В общем, у вас есть страховка на трак И в страховке есть дедактабл И дедактабл – это сумма, которую вы сами платите при аварии Если авария по вашей вине То есть вы платите эту сумму страховую А страховая уже покрывает там все оставшиеся суммы Вот, например, на машине у меня тоже был дедактабл 500 долларов И когда я мог, если я попал бы в аварию Я бы заплатил бы по своей вине 500 долларов заплатил бы И страховая бы уже покрыла все остальное То есть зачем этот дедактабл С ним намного дешевле получается страховка Вот сейчас я тоже думаю делать себе страховую машину И я думал добавить дедактабл вообще на тысячу Чтобы страховка еще была дешевле Ну, в общем, на траке дедактабл 2,5 тысячи И поэтому у меня вычитывают зарплаты 10 недель будет вычитывать по 250 долларов Получается, наберется эта сумма 2,5 тысячи долларов Она будет лежать в компании На случай того, что если вдруг произойдет авария по моей вине То они сразу заплатят дедактабл с этой суммы И получается, что эти деньги возвратные Если все будет хорошо Я не попаду ни в какую аварию И уйду с компанией То эти деньги мне вернутся Вот поэтому и эти 250 долларов Как бы можно и вычесть с зарплаты То есть на руки я получу без них Но на самом деле они есть Они есть в компании И если я уйду, например То я их получу обратно Поэтому эту сумму я не вычитываю Потому что они как бы есть Просто пока не в моем кармане Поэтому получилось, что на руки я действительно получаю 3883 доллара И, друзья, я в одном видео говорил, что водитель на старте Может зарабатывать 4000 долларов в неделю Мне говорили, что это пиздеж Я думаю, ну ладно Потом, когда я вам показывал грузы И говорил, вот столько платят за груз Мне говорили, это очень мало Тебе платят копейки Я думаю, ну ладно И думаю, блин, ребята, разберитесь Мало, много, там столько экспертов в комментариях Я в шоке Мне кажется, эти эксперты ни разу не сидели за рулем Но они все знают В общем, такие дела И почему я сейчас хочу сказать Что некоторые думают, что 4000 на траке это много Потому что большинство компаний вообще В принципе платят за милю А не процент Я сейчас расскажу Есть случаи, когда это возможно быть даже выгодней Но в основном это хуже Вот у меня еще один есть знакомый мой И он работает в огромной компании Диспетчером Где драйвены, холодильники И вот он рассказывает, что у них платят за милю И когда он увидел мои видео Говорит, что тебе еще хорошо платят То есть, ну проценты То это действительно так Потому что за милю, например, на старте могут платить 65 центов Ну может быть максимум 70 центов за милю И если я поеду на этом же флэтбэде за милю Вот, к примеру, в этой неделе у меня получилось там 4000 И я проехал 3200 миль А вот теперь просто 3200 миль умножаем на 70 центов И мы увидим, что я бы заработал 2240 долларов То есть, вот такая разница Я бы потратил столько же сил, столько же времени А заработал бы практически в два раза меньше Вот в чем разница заработка на миле И заработка на процент Но, когда может быть миле выгодно Я считаю, это если вы Ездите на драйвене, например И ездите много Тогда, на длинные какие-то очень поездки Тогда это может быть еще и выгодно Потому что на драйвене, в принципе, гроз получается меньше Потому что грузы дешевле Вообще драйвен самый дешевый, простой прицеп Их самое большое количество везде И поэтому, ну грузы не прям уж такие дорогие И вот на драйвене, возможно, на миле даже может быть выгоднее Потому что, если вам платят 70 центов за милю Вы проезжаете минимум 4000 миль в неделю Это самый минимум, даже, думаю, больше То это уже получается 2800, да Потому что гроз мог бы быть 10 тысяч И вы получили 3000 долларов Ну, то есть тут разница, видите, в принципе Уже практически никакой нету, да Но вам могло не повезти на гроз Могло повезти, а за милю вы стабильно получите свои деньги То есть в таком случае еще ладно, можно работать Но иногда, когда ты работаешь долго в компании То тебе цену за милю могут повысить Там до 80 центов А уже 80 центов за 4000 миль Это уже более-менее неплохо Это уже 3200 И получается, что так еще за милю можно ездить Потому что на драйвене очень просто Загрузки быстрые, выгрузки быстрые Тебе с трака выходить не надо То есть ты вообще ничего не делаешь А на флэтбеде ездить на миле вообще нет смысла Потому что ты много работаешь руками Физическая работа И в итоге получаешь копейки Поэтому, видите, на флэтбеде 100% выгоднее ездить на проценты А вот на драйвене, по-моему, где-то одно и то же может получаться Но все равно я работал только на проценты И я, например, не пошел бы на драйвен на такие маленькие грузы То есть это лично мое мнение на данный момент Оно может поменяться, когда я получу больше опыта, друзья Поэтому сейчас не хейтите это все Потому что это просто предположение, которое я рассказываю Так что такие дела получаются с грузами, с видами оплаты То есть на милю и на процент Но сейчас самое интересное, друзья Сколько же зарабатывают американские водилы Я был в шоке, когда это узнал Я даже не мог в это поверить, что это может быть правда И сейчас рассказываю истории Когда я проходил первую неделю обучения Мы были на одном большом складе Там был сложный груз Мы ждали загрузку И стояло много флэтбедов Тоже не загружались И мы начали общаться с другими водителями И вот там у нас была такая компания Получается один афроамериканец и один какой-то белый парень И в общем афроамериканец говорит, что вот он уже выехал в рейс два месяца Два месяца он ездит, не был дома, не видел жену И я думаю, нифига себе, два месяца Ну то есть я знаю, знаете, обычно две недели ездят и возвращаются Либо там три недели и возвращаются на неделю Но два месяца не быть дома И он говорит, я говорю, сколько тебе платят Он сказал, что ему платят 65 центов за милю И я был в шоке, потому что 65, но это уже очень мало Это очень низкая оплата Тогда я так думаю На самом деле потом оказалось, что 65 центов это еще очень хорошо И вот в общем ему платят 65 центов Он не был дома месяц, не видел свою жену Ему хватает этих денег только на оплату счетов Он говорит, что в неделю у него получается в районе 900 долларов зарплата Я был в шоке И в конце он сказал, я люблю свою работу, мне это нравится А это моя была первая неделя В первую неделю мне абсолютно ничего не нравится Потому что это было страшно, это было стрёмно, это оказалось сложно И я думаю, как тебе может такое нравиться за 900 долларов в неделю Не бывать дома, ничего не видеть И понимаете, в этот момент он там груз скреплялся, страпы натягивал Весь мокрый такой потный Быстро там сидел И я думаю, боже мой, как это вообще может нравиться Еще и за такие деньги, да Я на доставке еды вообще не парюсь И 2000 в неделю делал А он 900 долларов и ему все нравится И не бывает дома Я был в шоке с этого Но потом второй парень, который стоял рядом Он сказал, что он работает уже 9 месяцев в компании И ему платят 45 центов за милю Когда я услышал это, я был вообще в шоке Вот реально, я был в шоке 45 центов в 9 месяцев Я офигел просто И вот он говорит, что у него максимум получается 700 долларов в неделю И ему тоже все нравится Вот вам американцы, да Единственный нюанс Мы начали спрашивать, почему они так работают Не хотят ли они работать даже в нашей компании Где платят 30% от гросса Где типа хорошие деньги Они сказали, что у вас есть бенефиты Я типа такой, а какие бенефиты И там какие-то формы называл Но это, я понимаю, это одна форма Которая идет типа как пенсионный фонд Там какой-то накопительный Там вторая форма Это типа вот эти страховки для здоровья И все прочее В общем, они работают только там Из-за этих всех бенефитов Но я так сильно не разобрался Но прикинув, сколько можно Получается разница в зарплате у меня с ними Я понимаю, что эта страховка для здоровья Ну 300 долларов стоит в месяц То есть я могу свободно платить за эту страховку Потом вот это пенсионный фонд накопления Неизвестно, что с ним будет И когда он выйдет на пенсию Ну будет у него там 200 тысяч на счету А если бы он работал эти года просто так бы на себя Как мы работаем мы Или еще лучше купил свой трак То он бы вышел на пенсию уже с несколькими миллионами долларов Понимаете, вот такая разница Но они боятся всего этого В общем, их работают и так, как знают Как их научили, как должно быть И я был с этого в шоке И вот к примеру разница Сейчас вам назову Мы брали с одним парнем С американцем этим белым Одинаковый груз У американца был груз на 300 миль всего То есть 300 миль Ему платят 65 центов Он 2 часа его затягивал Там работал весь мокрый Потом 2 часа будет разгружаться Ехать ему 300 миль То есть это там 5 с половиной часов, наверное И вот мы умножаем 300 миль на 65 центов И получается, что он получит за этот груз 195 долларов Это вообще, это ужас Я надеюсь, что ему платят там за загрузку и за разгрузку Надеюсь на это Потому что если 195 долларов он реально получит на руки За это, то за весь день работы Это будет прям, ну капец Второй парень вез с нами одинаковые грузы Кстати, это был классный груз Мы проезжали, по-моему, 900 миль Может быть, немножко больше там И платили 4 400 То есть 4 400 900 миль Это получается как? Я получаю 30 процентов То есть я бы получил на руки 1320 долларов за этот груз Ну тогда я обучался, поэтому я ничего не получал Ну вот 1320 долларов А этот парень за 900 миль по 45 центов получит И это получается 405 долларов То есть я получил бы 1320, а он 405 То есть я получал ровно в 3 раза больше на процентах Чем он за свои мили Вот в чем прикол И он точно так же будет строповать, все затягивать И ехать столько же То есть абсолютно одна и та же работа Я был в шоке Во-первых, на флэтбэде за мили Во-вторых, еще за 45 центов Ну это издевательство, по-моему Вот такие, друзья, такая разница, да В оплате, в американских компаниях В русскоговорящих компаниях То есть у меня нету, как бы, страховки Да, на жизнь, которые я сам себе покупаю Нету накопления в пенсионный фонд Но мне на это, в принципе, все равно Потому что вообще неизвестно Буду ли я жить в Америке дальше, да Короче, такие нюансы И, блин, такая вот разница В которой я был просто в шоке Поэтому, друзья, вот такая была история Такие были цифры Канал, ждите новых видео Ну а с вами был Макс Я буду прощаться Всем пока!